здравствуйте все зрители девятого канала и особенно конкретная аудитория конкретная аудитория программы доживем до понедельника и рада что и вы дожили и мы дожили до понедельника и соведущие это не то слово григорий по правую руку и недели в этой студии по левую руку стеклышко стаканчики любимую елена кальянова сегодня за кадром а в кадре ольга владимирова примите это как данность а как данность еще если facebook социальная сеть не вконтакте не путайте куда мы прямом эфире где вы можете задавать вопросы на страничке программы доживем до понедельника комментировать хвалить ругать вопрошать и сами себе отвечать вы можете все даже слушать то о чем мы говорим а говорим мы не знаю вообще лето жара как-то все телефон у нас есть прямой телефон 370 3101 но если вам очень жарко звонить и палец там прилипает дырочкам то можете не звонить а можете кнопочки и писать да жарко и в общем так как как-то вяло найдет значит такая охота на депутатов но я имею ввиду на депутатскую неприкосновенность там уже список вот который подает луценко он там все ширится и ширится там были значит там не знаю кто там дидей там этот я хоть узнаю фамилии некоторых депутатов вот короче говоря там что подает список или поддает не он все время приходит и говорит что их же надо как-то лишить неприкосновенности потом возникла вот этот вот разенблат и поляков там тоже выходит разенблат выйдет на комитете говорят за правдой ходить ноги до жопы сотрешь как ему сказали там это то есть это дословно да абсолютно это цитата это звучало в регламентном комитете верховной рады короче говоря не отдает регламентный комитет своих значит депутатов очень жестко идет как бы вот отстаивание того чтобы они все-таки были неприкосновенны парубей говорит что мы сейчас под какой-то примем закон все-таки вот судей же мы сняли сейчас из этих тоже снимем суши как сказку абсолютно я хочу сказать что на самом деле вот это вот зона где действует закон она все расширяется и расширяется она вот ограничена уже только вот кругом там ну петра алексеевича и самым ближним а остальных всех вот надо вот честное слово это вот старые сказки на новой ланды закинул первый раз я думаю будут какие-то показательные порки как именно важное слово показательные я очень люблю вот этот скепсис вот показательное ограничиться на самом деле у меня кстати к но при янеке янукович у нас был такой вот президент не досидел до конца срока у меня однозначно было отрицательное отношение к отмене деприк депутатской неприкосновенности она и сейчас достаточно спорная потому что в условиях не демократически правда сейчас у нас более демократического общества но не демократического общества отсутствие депутатской неприкосновенности но помимо того что просто это тема популистских разговоров на котором можно спекулировать вот надо их всех лишить и народ да 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 это еще орудия диктатуры определенная потому что тем самым лишение иммунитет как было с оппозицией какая бы она ни была но она была тогда, вот и Юлина, там и так далее, и Свобода, и так далее. И лишение депутатской неприкосновенности все-таки в этом есть опасность при тоталитарных и посттоталитарных режимах, что... Не будет у нас тоталитарных режимов, мы просто... В моем взгляд, опасность есть и в неприкосновенности, и в Юлии все не только. Опасность есть во всем. В сентябре Юрий, как его, Витальевич, да? Юрий Витальевич Луценко же обещает еще дело еще на одного депутата, по которому поработали здесь, наши Днепропетровские в общем-то люди, Днепровские друзья. То есть я знал о том, как это идет, не в смысле, что так уж получилось, что это наши близкие друзья, с которыми мы долго прошли, вот сейчас посадовцы. И как пытались избежать этого... То есть речь Вилкула касается... Посадовцы, это сторонники садового. Посадовцы, кстати, само слово посадовцы посадить, все-таки украинский язык, он да. Короче говоря, на странице Оксаны Тамчук, она председатель как-то, фискальная служба, мы привыкли говорить, налоговики. Исполняющая обязанность. Да, исполняющая обязанность председателя нашей областной... Главная фискалка. Появилась официальна, написала фискалка наша Оксана, официально ГУДФС у Днепропетровской области проведена документальна позаплановая переверка физичной... не, не истоты, особой Вилкула ОЮн с питанием достоверности, повноты нарахования та сплати до бюджета, податку та доходы физосиб. Вин же физособа, правильно? Не хим особа, а физособа. Перевірка данных, значит, короче говоря, своими словами, перевишення статків над загальною сумою доходів на суму 72,9 млн грн, щоб розволодовість сплати до бюджету зборів, податків зборів на 19,6 млн грн. І, короче говоря... Тобто він сняв плівки і не отдав, да? І, враховуючи, що ця физична особа, має статус нардепа, матеріали направлені до ГПУ, до вирішення питання щодо порушення кримінальної справи. Ну, то есть, це сразу вызвало в різних кругах, в одніх кругах радість, таку надіжду, як всегда, потому що, ну, типа, наконец-то, дуже багато знає, на чому це все зіждеться, і скепсис, та, договоряться, та, перекупи... Ну, як це обычно, собственно, починається в нашому соціумі, який зараз скукожився до Фейсбука, воно... Усох, раскукожився. А з той сторони Вилкуловський, конечно, вой дикий. Александр Юрьевич не знайшов нічого у мене, як тільки личне оскорблення на Оксану вывалить, там, про доха і т.д. Она дуже спокійна... Ну, воно, що нічого нету негде му искати. Там все, опять-таки, іщите жінчину, шер-шерифант, там все жена, жена, потому що, согласно документу, Вилкул получил от жены, значит, помимо того, що просто получил от жены, на Орехи получил 52 млн 455 тисяч, і ще й 350 тисяч гривень. Не говоримо про мільйон. На разных счетах жены Вилкула, который вне подозрений, були указані свыше 3 млн доларів, а також кэшем 1 млн 800 тисяч евро. На Орехи кэш ю. Да, вот, кстати, на Орехи кэш ю. Ю, Александр ю. Я знаю, 1,2 млн доларів. То есть все, що нажито непосильним трудом. Но він же много трудився, він же був там в бізнесі, да? Ну, а Орехи непростые, ядра... Ну, короче говоря, це резонансна штука, і на ней це маркер, точка отчета. Точно такая же история была с Аль Капоне. Вот, в принципі. Он был единою Гокет. Его же посадили за неуплату налогов. Тоже ядра чистый изумруд были. Ну, в общем-то... В этих орешках. Да, да, да. А деньги, по-моему, были даже поменьше. Тюрьму Аль Катрас, мы ее видели в районе Сан-Франциско, но посмотрим. Ну, вот, вы говорите, что... Но Аль Капоне не был вице-премьером при Януковиче. У него есть этих чайчевчих обстоятельств. Алиби. Или наоборот. Да. Да, но тут не тут как с неприкосновенностью. Есть она опасно. Ну, чем позднее. Это тоже опасно, да. Вот Григорий Аркадьевич сказал, что вяло, по его мнению, идет охота на... Лишают неприкосновенности вяло. Лишают неприкосновенностью в Украине. А вот в Днепре, наоборот, активно. Потому что пока еще до депутатской части тел своих сотрудников, скажем так, горсовета, Борис Альбертович еще не достал, не добрался. Но уже должностей он их лишает. Екатерина Буря и Геннадий Плечишин решением Бориса Альбертовича были уволены с должностей. Как город звучит? Екатерина Буря. Екатерина Буря. Ну, город Екатеринобурск, ты думаешь? Ну, они остались же депутатами. Они остались депутатами. Но стоит заметить, что это были директора двух очень важных департаментов. Во-первых, гуманитарный департамент. Я как гуманитарий не могу не отметить, что это падло. Да, блин, было дело. Да, и директор департамента активов Екатерина Буря. Что такое, чем занимается департамент активов? Это вся собственность городская. Что это деньги? Нет, это недвижимость. Это недвижимость, это земля. Да, ну, в общем, это есть то, что принадлежит городской грамотности. Какому авторитетному человеку, или нет, или это государственная собственность? Вообще имеется в виду муниципальная собственность? Нет, это собственность города, грамотность. Фактически, смотрите, буря — это базис, а Гличишин — надстройка. Можно так сказать? Ой, надстройка... Нет, единственное, я прочел сегодня, что Гличишин написал, что, ну, раз шеф принял такое решение, значит, все правильно. Ну, на самом деле, уже эксперты говорят, что это, ну, достаточно резкий шаг, и за ним, скорее всего, может последовать и разукропивание этих людей, но это только домашнего пока. Ну, насколько я знаю, в общем, я знаю этих людей, это мои коллеги по фракции, ну, были упреки, была, как бы, так сказать, ну, претензии, да, я же не состою в этой вертикали, так сказать, исполнителей. Ну, в принципе, это право руководителя, значит, что ты... Да, не, ничего, я тебя хотел перебить, нет. Все из-за прозора, говорят, которая не прозора, он упрекнул в том, что работа не прозрачная. Вот, и еще раз доказал то, что... Будут активнее работать как депутаты, у них будет больше времени. Что он не вялый и особых авторитетов у него нет. Я просто добавить хотел, ты так как-то переговорил, я, наверное, просто перебил тебя, что редко бывает в нашей программе. Я хотел сказать, что вокруг вообще этого всего, вообще, телодвижений, некая есть истеризация такая, она нагнетается немножечко там в СМИ, в Фейсбуке. Это, в принципе, рабочие моменты, увольнение, уход из фрага, приход, то есть какие-то, наверное, когда их нету, этих увольнений, когда нету определенной ротации, может, что-то запоздало. Но, в принципе, из этого же всего делается либо вселенская зрада, вселенская перемога, а жизнь аппарата состоит из... Почему? Там все время идет какая-то ротация на разных низовых уровнях. Нет, я имею в виду, что публичным это стало в последнее время. Там, ну, при Ивана Ивановича Куличенко кто-то приходил, кто-то... Ну, понятно, но по этому Ивановичу не было в Фейсбуке такого оболучего. Да, мы особо не знали. Не было передачи «Наживем до понедельника». И сейчас, особенно у тех людей, которые в Фейсбуке, ощущение, что это вселенское, известно. То есть зрада становится вселенской, перемога вселенская. К сожалению, не перемог особых нету, вселенских или не вселенских. Но из Рады тоже не заходят за грань. Это нормальный, в принципе, рабочий процесс. Чуть-чуть успокоиться и анализировать. А лучше всего не знать. Вот я Фейсбук не читал. Раньше же все утверждали, что своих не увольняют. А вот так раз и все. Но мы же знаем, что для Чишин человек укропа и Буря тоже человек укропа. Ну, если нет работы укропа, Филатову надо показывать результаты. И это результаты не только... Это показательная порта? Я считаю, что Геннадий Викторович, значит, больше просто сможет энергии приложить к депутатской деятельности, к работе на округе. Геннадий Викторович, вы нас слышите, вы сможете... Может быть, вообще образование с культурой каким-то образом рассегрегирует или... Может, я забоялась, ты сейчас скажешь, рассосу. Нет, ну, я имею в виду, может, это монстр какой-то. Предлагаю... Сменить тему, давайте сменить тему. В город Гамбург, я не знаю, как у них там обстоят дела в городском совете, но движуха была. Вот там каких-то полицейских поколотили и, в общем-то, выходили... Их своя буря там. Да, в муниципальной гвардии. Значит, потому что там состоялся вот этот саммит G20. Украина, она, конечно, в G, но еще не в G20. Поэтому, значит, нас там не было, но, в принципе, большие мировые державы там о многом договорились. Тебе в квартал просто. И террористы, ну, конечно. В какой? В 12-й? В 12-й? Извините. Да чего тебе извинять последнюю передачу? А дембель давай, ну... Да, да. Вот. Короче, что? Обо всем договорились большие, как бы, страны, да, там о терроризме. Значит, даже о климате... Договорились о терроризме? Не, ну, как к нему относиться? О климате договорились. Ну, кроме там в Америке свое мнение. Ну, в общем-то... Какой назначить климат? Нет, нет, нет. Какие выбросы делать и насколько там, в принципе... И вбросы, наверное, отлично договориться. На американцы там говорят, что мы будем аккуратненько, но все-таки вбрасывать. И сказали, ну, ладно. О количестве фейков они не договаривались там, например? Ну, на самом деле, я хочу сказать, что Украина тоже немножко, как бы, в международных делах... О ней говорили. Ее не было, но о ней говорили. И говорили, что это надо. В общем-то, приехал этот Рекс Тилерсон, да, это госсекретарь, там, встретился с активистами, встретился с Порошенко. Сказал, что все будет хорошо. И приехал генсек НАТО, да, там, Йен Столтенберг. Столтенберг. Именно, именно. Да, спасибо. Кстати, сегодня день, когда президент Украины Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО. Так что не зря новость это звучит. Так, между прочим, сейчас вот уже Петр Алексеевич сказал, что мы опять это ПДЧ поднимаем на, как бы, знамя. И к 2020 году, то есть вот как раз он выборы будет под этим знаменем, я думаю, и проводить, чтобы мы опять подали на ПДЧ. А что НАТО думает по этому? Ну, а НАТО открыло у нас вот представительство, Столтенберг, Столтенберг, да, открыл представительство НАТО в Украине, так что, ну, не знаю, в общем-то... А ЧСВ у нас поднимется от этого? ЧСВ нет, сейчас было же... Главное, чтобы НДС не повышали. А как, я не знаю дословно, что за тусовка какая-то же была в Лондоне сейчас, тусовка по Украине, и там, ну, авторитетные типы журналисты и прочие говорят, что очень осторожно и очень с боязнью относятся к НАТО. Это вот к участию в НАТО Украины, вот европейские политики, которые были там, ну, типа, что это дразнить медведь, то есть, как бы, Евросоюз в перспективе, это да, но НАТО нет, это обострение и так далее. Ну, пусть они там в Лондоне и так далее. Но там же еще встречался впервые, состоялся тактильный телесный контакт без поцелуев, но с рукопожатиями между двумя любимыми русскими президентами, ну, уже Трамп был Дональдом и Владимиром. Да, Трамп встретился, ну, о чем-то говорили, но можно же говорить не ртом, а телом еще можно говорить, это же язык целая наука. Это называется личная химия. Да, в спецслужбах изучают позы, жесты, там, это целая наука. И вот один из крупнейших специалистов, Мэри Севиела, вот проанализировала встречу Трампа с Путиным, и что же вот эта кровавая мэри... Вообще не было обнаружено доминирование, все напряглись, но сразу же после этого Трамп другую рукой взял Владимира за локоток. А это жест человека, который доминирует. Потому что... Рукоположение на локоток? Да, эксперты говорят, что если вы встречаете кого-то... Не прикоснетесь, не страшно. А Трамп повторил это несколько раз, плюс еще похлопал Вову по спине несколько раз. Дальше позы. Говорят, что тоже чувствовал себя комфортнее Трамп, потому что, ну, Путин же ниже ростом значительно, и он широко расставил, компенсировал это тем, что широко... Размах рук. Да, на параллокотниках, а Трамп, наоборот, вперед наклонился. И последнее, значит, руки. Значит, у Трампа руки не гуляли, а у Владимира Владимировича рукоблудие было, значит, как бы полное. Он то один палец теребил, то другой палец теребил, что о неуверенности, не рвозности. Свои пальцы теребил. Да, свои, свои, свои. И зрительный кон... Ну, не Эрдогана же. И зрительный контакт. Трамп не избегал зрительного контакта ни с Путиным, ни с публикой. А Путин смотрел все время вниз, иногда резко вскидывая взгляд вверх. И в заключение сказала эта Севиела, что у нее было поведение не очень... Как бы человека, который не очень хочет быть здесь, нервничает или считает происходящее бесполезным, не может дождаться, чтобы сдрыснуть. Ну, сдрыснуть это я уже говорю. Но мы тоже не хотели бы, чтобы он был, и хотели бы, чтобы... Как страшно быть под прицелом Севиел. Потому что если вот ДЖП, например, возьмется... Да, это личная химия называется. Вот как между двумя людьми выстраиваются отношения, это называется вот личная химия. Ну, это то, что до физики. Да, да. Ну, физика это уже когда по спине начинает хлопать. А, это уже пальцы теребеть, да? Да, да. Понятно. Ну, страшно вообще, я бы не хотела, чтобы Севиела анализировала видеоряд программы ДЖП. Я покричу палец, я не уверен. Я прям заволновалась очень, да. Ну, и вот о химии, физике, о любви хочу похвалиться в Днепропетровской области, в Пятихадском районе. Восьмого, нет, восьмого, да? Да, восьмого июля был во всей Украине, а не только в Пятихадском районе. Был День семьи. И там придумали такой очень милый рекорд. Знаменитый Днепропетровский кузнец Григорий Талисман предложил парам, которые присутствовали на празднике Ивана Купала, прийти и выковать сердца из специальных таких вот заготовок, соединить их, то есть в них закував, я клинка же. То есть тот, у кого не было пары, мог сделать одно сердце, а потом прийти к Талисману потом, когда уже найдет пару, и там сделать второе. Но суть не в этом. Суть в том, что приехал глава, основатель реестра национального рекорда Украины Валентин Щербачев, известный спортивный комментатор и журналист, который обычно приезжает фиксировать спортивные какие-то достижения, какие-то уникальные там вещи, экстремальные вещи, но тут, прочитав заявку, он решил приехать сам, потому что он мне лично в интервью сказал, это настолько доброе, милое дело, объединяющее, я хотела это увидеть, оригинальное. Никто не додумался, все просто, выковать сердца, выложить их длинной дорожкой к речке, и получилось 15 метров, 25 сантиметров. Но если бы Щербачев не поторапливал всех, потому что ему нужно было на пояс, на кив, было бы еще длиннее. Молодые не говорили, зачем нам кузнец? Да, ну конечно, да, шутили на эту тему все. Ну и вот такой рекорд, он действительно очень добрый, объединяющий. И Щербачев сказал, никто же этих людей не заставлял сюда приезжать, приходить, они просто отдыхают, и вот 5 минут они уделили своего времени этому делу, и это же так классно, потому что это вот именно такое вот объединяющее семейное дело. Здорово, я просто хотел сказать еще об одной семье, более такой масштабной, это вот семья выпускников Днепропетровского национального, или когда-то государственного университета, закончила? Да, мы ведь вот все тут, да. Я смогла, смогла, закончила. Вот все же знаем, да, что есть дворец студентов, и вот сейчас... Потемкинский. Да, Потемкинский дворец студентов, который является, мы много в свое время там работали, выступали, и сейчас посещаем. И вот Вадим Викторович Стукол, это директор музея, ну в общем-то он такой старинный, что можно считать и музей, там же картины Гетманов, там много чего. Что вот сейчас пошло такое движение, Safe the Palace, то есть сохрани дворец, и в общем-то выпускники университета, вот как бы такой формат народной стройки, да, там люди собираются деньгами, там усилиями какими-то, такими стройотрядами восстанавливают. Кирпичами. Да, кирпичами восстанавливают, собираются лестницу восстановить, потому что дворец, к сожалению, в очень таком, ну, состоянии упадка, и поскольку никто это не поддерживает, в общем-то, у министов. Нужны атланты. Да, нужны атланты, и я просто призываю всех, кто имел отношение, или просто даже заходил во дворец студентов, включиться в этот благородный, так сказать, движ, потому что дворец это наше святое. А он у кого на балансе? В области? Он на балансе у университета. А, само университета. Естественно, что никакого финансирования, к сожалению, реального. Никаких контрактов не хватит. Я надеюсь на ближайшее, все-таки, в течение трех, если даже хотя бы на 80%, хотя, о чем минимализм, на 100% хотелось бы то, что по нашим витрине, по нашей, особенно после приезда блогеров, много поднималось, там даже много конспирологии, что якобы специально написали плохо, чтобы потом не проводить конкурс, а сразу... Ну, вообще, не буду я в эту... Написали плохо о чем, о фестивале или о городе? Денис Казанский на Биапроспекте, чтобы там... Ну, так он написал, что увидел. Правильно, так есть, там столько за это время конспирологий. Он специально написал. Якобы Филатов... Он специально приехал, чтобы увидеть. Знаешь, последняя версия Филатов заплатил Казанскому, чтобы он написал плохо, чтобы поднять вопрос о быстрой реконструкции площади, а без активиста... Спасибо Казанскому, и повесить табличку, что благодаря Денису Казанскому... Фестиваль блогеров, это много для психологии, там, что вокруг. Не, ну, главное, чтобы результат был. Но не в этом дело, дело в проспекте. Действительно, есть проблема, и в течение трех лет есть план, 250 миллионов гривен он стоит сейчас, техническая экспертиза, чтобы за три года все-таки проспект вообще сделать конфеткой. Весь от славы до бесславия. То есть от памятника славы, бесславия – это вокзал. То есть коротко, поскольку времени нет, что именно полностью заменить все, планируют. За три года дорожное покрытие, тротуары, плитка на всем протяжении, велодорожки на всех перекрестках, понижение бордюров, старые больные деревья и кустарники заменить на... Выбросить, пропасть. Оставшиеся тополя, каштаны и акации местами, акация – это серьезная штука, наклены, липы, платаны и европейские акации заменить, европейские. Ну, потому что символ же Днепра, акация на съезде ботаников. Самый лучший у нас в период, я всегда хотел этот контрольный пакет, акации. Несколько влажных зон сделать, в которых во время жары небольшие фонтаны будут увлажнять воздух. Единственные места, которые не попадают под реконструкцию, это где сейчас работают по метро. И вот с начала следующего года собираются это делать. Будут начинать от вокзала. Первый этап за следующий год хотят от вокзала до Дома Союза. Там и трамвайные пути переносить, вовнутрь, как вот в Нагорной части и так далее. Много чего. А потом я закричу, а потом проспект Пушкина, пожалуйста. И после, вот, велодорожки с одной стороны хотят, а пешеходные на аллее с другой, чтобы жить не мешали друг другу велосипедисты. И вот эту... Брусчатку вверху собирается снять, ну, спокойно. Но положить какую-то там, не помню, как она называется, научная фигня какая-то, в общем, слой какой-то. И в том же виде, по тому же рисунку, ту же брусчатку, обратно вернуть столбики в тех местах, где... Предлагаю брусчатку украшить логотипом Днепрова. Где не может быть парковки, поставить столбики и так далее. Но будем надеяться. И тысячи антиводальных урн. Культ урны, как мы перед передачей говорили. Причем это не только по проспекту, а в длину от Озерки до Славы, а в ширину от набережной до Светислава. Я сейчас вам карты разброшу, вот просто разброшу, потому что мало времени, и ты опять не успеешь прожать. Хочется верить. Покажите, пожалуйста, нам вот разные логотипы Днепра. Это вот старый логотип Днепра, который существовал до сих пор. Вот, помните, да? Вот этот еще есть с башнями. А теперь конкурсные варианты. Вот это назвали стиральной доской. Это белопольского варианта Сергея Белого. Вот это можете оценить сами. Туда вписывают мэра, который летит в космос. Это вот как бы победитель. Да, да, все против. И вот это, который слева, говорят, это хорошо подходит для магазина какого-нибудь там косметики. Слева мне вообще не нравится. А середина, это что? Это же ужас. Обстебали уже так. В смысле, что фаллические оно, да? Ну, это какая-то, ну, это ракета, как бы капли и знак геолокации в одном. То есть он, конечно, многослойный очень, но это какая-то инфузория, туфелька. Ну, его стебут все. Так вот из какого-то мультика. А я предлагаю... Не знаю, что во всем найдут. Вот это вот логотип, который символизирует футбольную команду. Но этот логотип, он тоже присутствовал, но он не вышел в финал. Вот те три, которые вы видели, они вышли в финал, мы должны теперь выбрать один. Ну, это, по-моему, это. А я предлагаю ставить логотип холодильника Днепр, это вечное, милое, доброе. Убираем. Ну, вот не знаю, вы определились, как вы хотите. Нет, ну, я, честно говоря, не один, как бы, ну, может быть, надо еще поизучать, но как-то я не проникся, честно говоря. Какой-то панк в том, что все, ты говоришь, ругают, какой-то панк в этом есть. Давай отдадим последние минуты, Генди. То есть я хотел сказать все-таки, что нам удалось благодаря Девятому каналу и Лясковскому, Евгению Николаевичу, активисту, значит, найти возможность. Миша Лысенко включился, депутат Барановский Сергей. Короче говоря, будет памятник Красносельскому. 140-летие вот на его могиле прошло, там были активисты, звучали писты. 40-летие дали обещания. Да, дали обещания, и я не сомневаюсь, что это обещание до конца 7 июля. Выделено финансирование, да, уже выполнено, да. Все, джаз. Мы, поскольку расстаемся, мы же расстаемся до осени, я так понимаю, да? Где-то так. Ну, как пойдет. До того, как птицы начнут улетать или возвращаться. Вот, значит, 22-23-го тогда коротко, знаковое событие, как и в прошлом году, которое стало самым резонансным из культурных событий, известным далеко за пределами Днепра. А в этом году это еще будет круче. Фестиваль «Джаз» на Днепре 2017, 22-23 июля. В 5 часов уже опен-эйра не вмещаются, будет 2 опен-эйра, просто коротко, фактически, 22-23 июля. Начнется фестиваль 21 июля, на вход свободный, на фестивальном причале будет большой вечер пирса. Будут играть молодые днепровские джазмены, опытные джазмены днепровские, кредо. И будут участники большой сцены. Это пока сюрприз. Кредо еще живо? Конечно, да. Или они специально соберутся? Будут, будут, будут. И будут участники большой сцены. На опен-эйрах будут совершенно звучать фантастический джаз самых разных направлений. Я считаю лично, что программа джазового фестиваля круче. В прошлом году лайнап был шикарный, но в этом году он еще раз... Это рискованно, потому что в следующем году надо будет переплевывать на них себя. Ну посмотрим, я думаю, что все прошло. Это коротко перечислю. 22 июня он откроется уже с необычного состава «Времена года». Июля. Июля, суббота, опен-эйр на Монастырском. Откроет камерный оркестр «Времена года» вместе с Деборой Браун, шикарной американской темнокожей певицей. Дальше будет программа. Фестиваль же посвящен столетию двух великих. Первая леди джаза Элла Фиджеральд и Телониуса Монка, пианиста, родоначальника Бибоба. Дальше будут впервые в Украине. Большая часть людей впервые в Украину приезжает. Бенни Грин и Дадо Марони. Шоу двух роялей, посвященное Телониусу Монка. Будет два рояля «Стенвэй». Это тоже нечто. Дальше Доминик Фариначи, американский трубач. Потрясающий, но тут надо девкам всем прятаться. Он еще и красивый, поймите меня правильно. Как чего прятаться? С Винсаном Буржексом, с его трио и опять-таки с той Деборой Браун. Джоиди Франшеско, лучший на данный момент в мире джазовый органист. Он еще и трубачий вокалист, но органист. И, например, Логвин говорил, что из Мексики люди специально... Вот Юрий Коблотский, джазовый скрипач, который специально сказал, «Вы что, у вас за такие смешные деньги выступает Джоиди Франшеско». Ты считаешь, что к третьему фестивалю родится новый джазовый органист? Кто-то едет специально на Бенни Грин и Дадо Марони. Кто-то едет на Джоиди Франшеско. И значительная часть людей специально на Пати Остин, которая заканчивает второй день. Это обладательница Грейми, вокалисты. Зарубежный знакомец написал, что вы офигели вообще там в Днепре у себя. Пати Остин. Добавить сюда Майклом Венсом, любимца публики. Да, и совершенно фантастический букет ведущих. Тоже эксперимент об Анаэм. Майком Венсом, полюбившийся в прошлом году американский, этот драйвовый джазист. И Яника Мерила, которая как бы представляет Украину, говорит на украинском, на английском, на русском. Мерила нынешнего джаза. То есть это совершенно, ну, то есть я приглашаю, это пропустить нельзя. Я просто хочу добавить, что еще в рамках джаз-фестиваля будет бизнес-ланч, на котором будет Гарик Карагодский рассказывать о джазе в бизнесе. И Андрей Зисенко будет модерировать. Да, Андрей Зисенко будет модерировать, и всех, кто возьмут билеты, они имеют возможность посетить этот бизнес-ланч. Но последнее я добавлю, что еще будут бесплатные мастер-классы. Это всегда обязательное условие. 22 июля в консерватории Майкл Венсу проводят мастер-класс, а 23 июля вся бригада Фариначи, Буржекс, и там четыре человека будут проводить. Не тереби пальцы, заканчиваем, прощаемся. Спасибо, что дожили, спасибо, что будет джаз, спасибо блогерам, которые пишут правду о Днепре. Часть правды. Спасибо, Днепру. До осени. Всего доброго. Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Здесь собеседника не было, если там есть Минькин, если там есть Минькин, то другой собеседник мне гораздо более симпатичен. Минькин.